давайте начинать сегодня мы с вами поговорим про дифференциальную экспрессию давайте я кратко соответственно напомню вам что вообще так прошу прощения кратко с вами вспомним что было на прошлых занятиях что чем мы с вами занимались и сегодня мы собственно перейдем к первому важному пункту нашего курса это первое наверное что в целом может быть вам полезно в плане непосредственно работа это очень часто встречающаяся задача и там словно когда только начинал заниматься транскриптомикой мой первый вопрос был как сделать дифференциальную экспрессию вот делается это на самом деле достаточно просто там сухом остатке это пара команд но глобально важно понимать что вообще означает эта фраза сделать дифференциальную экспрессию и что скрывается какими тематические методы под этим скрываются итак сначала мы давайте кратко вспомним что было на прошлых занятиях мы с вами поговорили о том какие данные рны сек мы знаем как они получаются какие есть особенности в тех или иных данных мы с вами посмотрели на разные на библиотеки которые были получены разными методами там при помощи селекции полиодневированных транскриптов при помощи диплеции рнк вот после этого мы посмотрели как можно оценить качество прочтений как загружать их там из сра и что такое гео после этого собственно с прочтениями делать как подсчитать экспрессию про выравнивание про оценки экспрессии на уровне транскриптов почему это важно оценивать именно на уровне транскриптов они на уровне генов и так далее после этого мы на прошлом занятии с вами говорили про распределение аккаунтов там мы строили распределение пытались понять что за распределение вообще у нас с каким распределением мы имеем дело убедились что она не не совсем таки нормальная но если от логарифмировать его то она очень похожа на нормальная то есть она в целом похоже налог нормально только она еще и дискретно то есть она не континуально но принимает какие-то четкие значения 1 2 3 потому что это аккаунты это число вот а зачем мы с вами говорили про вот эти самые распределения а для того, чтобы понять, как делать дифференциальную экспрессию. Для того, чтобы понять, какие статистические тесты нам в целом подходят для того, чтобы сделать дифференциальную экспрессию. Соответственно, идем дальше. Это краткий, опять же, pipeline, который у нас был. Мы в целом прошли примерно все, и осталось то, что осталось внизу. Последняя в очереди, но не последняя в позначимости. Также мы с вами говорили про типы нормализации. Давайте я кратко еще скажу про типы нормализации, чтобы так кратко резюмировать то, что было на прошлом занятии. Когда мы говорим про нормализацию в контексте именно Балкара и Нейсека, в контексте именно того, что мы делаем с нашими датами, так вот, когда мы говорим про нормализацию, мы имеем в виду, что экспрессия нашего гена, то есть то количество каунтов, которое мы видим, зависит не только от того, какое количество молекул было в клетке, в образце и еще в чем-то, а от нескольких других факторов. В первую очередь, это длина исследуемого транскрипта. Большая молекула даст больше прочтения, чем короткая, при одинаковой экспрессии. И второе, это то, что глубина секвенирования. То есть если мы глубже отсеквенируем просто, мы детектируем не все молекулы, которые есть у нас в растворе, и поэтому, если мы там будем секвенировать больше и больше, мы будем детектировать больше молекул. И это тоже второй фактор, от которого будет зависеть количество каунтов. И в зависимости и разными трансформациями мы пытались эти факторы как-то убрать для того, чтобы иметь возможность сравнивать как бы количество молекул. Второе, о чем мы с вами поговорили, это то, что когда мы нормируем на глубину секвенирования, мы считаем, что условно, когда мы и РПКМ считаем, и ТПМ, в первую очередь, когда мы считаем ТПМ, то в сумме ТПМ всегда будет давать миллионы. Мы с вами говорили про некоторые проблемы, связанные с этим. Если у нас не меняется экспрессия, то есть представьте себе два условия. У нас есть первое условие, какой-то там просто дикий тип, второе условие – это какой-то, ну не нокаут, а какой-то один ген, просто увеличил свою экспрессию, и мы увидим изменение всех ТПМов. Несмотря на то, что мы как бы знаем, что увеличилась экспрессия всего одного гена. И как раз-таки для того, чтобы бороться с этой историей, придумали такое понятие, как придумали более фэнси-методы для того, чтобы нормировать, и как раз-таки используют такую штуку, как РЛЕ, которую мы с вами рассматривали, когда смотрят на то, сколько там, как в среднем поменялось, то есть как в среднем поменялись экспрессии генов у одного образца и у другого образца, и мы считаем, что, ну, наверное, большая часть генов не должна поменять свою экспрессию, и после этого как раз-таки ранжируем все гены по тому, как они поменяли свою экспрессию, берем медиану, это и будет условно тем, насколько нужно домножить один образец, чтобы подвести его к уровню второго, если это концептуально, если кратко. Этот метод РЛЕ, он позволяет нам сравнивать экспрессии генов между образцами, но что важно, это то, что внутри одного образца этот метод нормализации не позволит нам сравнивать экспрессии. А почему? Потому что, опять же, помните, мы с вами говорили в том, что проблема в том, что у нас зависит экспрессия не только от глубины секвенирования, но и от длины гена. В случае с РЛЕ мы информацию о длине гена, о длине транскрипта не используем совсем. Поэтому РЛЕ и ТММ, которые в Эджаре реализованы, они нужны для того, чтобы делать дифференциальную экспрессию одних и тех же генов между разными образцами. У нас есть случаи, когда столько-то, опять же, 10 пациентов, 10 больных, 10 здоровых, и мы сравним экспрессию гена, не знаю, МС4-1 между этими группами и смотрим, поменялась ли она. Но после этой нормализации сравнить экспрессию в одном и том же пациенте гена МС4-1 и гена СД-3Е невозможно, не нужно, потому что они имеют разную лиду, и соответственно, это будет мисс интерпретации проводить вас. И второе, это то, что важно сказать, это что в случае с ТПМом у нас ситуация ровно наоборот. ТПМ не используют для того, чтобы сравнивать экспрессии. И РПКМ, в первую очередь, не используют для того, чтобы сравнивать экспрессии между образцами, но внутри одного образца можно. ТПМ в целом можно примерно так использовать для того, чтобы сравнивать между образцами, но проблема, опять же, я озвучивал с нормализацией такой. Вот. Итак, сравнивать между образцами. Что же вообще, опять же, идем как раз к тому, что является нашей целью, а конкретно это дифференциальная экспрессия. Вспомним, что у нас вообще, что-то, как у нас построена статистика, да, у нас есть две какие-то выборки экспрессии какого-то гена, да, и мы хотим узнать, различается ли средняя этих выборок, различается ли средняя экспрессия гена какого-то в группе образцов 1 и в группе образцов 2. Обычно проверка статистических гипотез формулируется следующим образом, что давайте, у нас есть некоторые предположения о распределении этих, то есть у нас есть распределение выборки, да, и если у нас верно, и формулируем мы следующим образом гипотезу. Нулевая гипотеза у нас то, что средние не отличаются у этих двух выборок. Соответственно, если эта нулевая гипотеза верная, то некоторая статистика, то есть функция от выборки, да, то есть просто функция от значений выборки, которую мы видим, будет распределена тоже некоторым образом, как-то распределение, еще как что-то, и мы после этого, соответственно, смотрим на значение этой функции распределения этой выборки и находим вот это p-value, условно, p-value – это площадь под кривой распределения функции статистики. Соответственно, да, это так, как работает обычная проверка статистических гипотез, надеюсь, с этим концептуально вы знакомы. И в нашем случае все будет примерно таким же. Наша задача у нас есть два распределения, распределение экспрессии в группе 1 и распределение экспрессии в группе 2, нам нужно сравнить вот эти средние. Проблема в том, что мы не знаем тестов для Negative Binomial Distribution в общем виде, в том, что для нормального распределения у нас есть t-test, и там есть обычный t-test, который по дефолту идет, он для выборок с одинаковой дисперсией. В случае есть t-test Welch, который можно использовать для выборок с разной дисперсией. Но, опять же, это все про нормально распределенные выборки. У нас выборки распределены ненормально. Что же в этом случае делать? Когда у нас что-то распределено ненормально, первое, что вы можете вообще сделать, это подключить Manowitni. То есть вы, когда Manowitni, это не параметрический тест, он сравнивает не какие-то конкретные значения экспрессии, выборки, он сравнивает ранги. Поэтому в целом нам уже здесь неважно, как распределены значения, мы этот тест на разницу медиан. И история тут в том, что это было бы хорошо, можно было бы его использовать, и на самом деле мы придем к тому, что в Single Cell, когда будем говорить об этом, мы чаще всего будем использовать Manowitni. Но Manowitni тест достаточно слабый в том плане, что так как он не предполагает никакую информацию о том, как распределены ваше значение, но сравнивает только ранги. Если у вас маленькие выборки, а чаще всего в R&S у вас маленькие выборки, у вас может быть вполне эксперимент, где там три реплики одного случая, три реплики другого, там три реплики дикий тип, три реплики больной, например, там или там какой-то смутант, да, или там по две реплики даже. Представляете, когда мы будем Manowitni сравнивать, у вас, если будут вот так вот распределены реплики, то у вас, ну в общем, Manowitni не поймает вообще никакой статистической, ну, Manowitni не поймает эту силу, разницу, у вас P-value всегда будут очень сильно завышены. Вот. Даже это потому, что для Manowitni не важно, у вас разница вот такая или разница вот такая, да, то есть это, соответственно, тоже нужно держать в голове, поэтому не использовать информацию о том, что наши данные хоть как-то распределены, мы в целом понимаем, как они распределены, было бы опрометчиво. Вот. Соответственно, все то, о чем мы поговорим дальше, актуально, потому что а, наши данные распределены ненормально, и б, не параметрические тесты слишком слабы для того, чтобы понять, реально вычислить дифференциальную экспрессию, потому что размеры наших выборок, они маленькие. Если у вас есть какие-то огромные выборки, там по, так прошу прощения, если у вас есть огромные выборки, где там 500 образцов в одном, в одной группе, 500 образцов в другой, то здесь уже можно использовать не параметрику после нормализации, и это, ну, у вас будет такое редко. Вот. Собственно, да, DSEC позволяет нам вытащить информацию максимально о том, как поменялась экспрессия в двух группах, для того, чтобы сравнивать средние. Вот. Собственно, сегодня мы весь день будем говорить про регрессии. Казалось бы, при чем здесь регрессии, да? Вспомним вообще что-то, что за регрессия. То есть, давайте простейший пример. Опять же, с линейной регрессией я тоже, надеюсь, все из вас знакомы. У нас по оси OX давайте отложим здесь возраст, по оси OY отложим экспрессию какого-то гена, и если у нас с возрастом увеличивается экспрессия какого-то гена, то мы можем, соответственно, зафитить регрессионную прямую и увидеть, что вот, отлично. И таким образом, при помощи регрессии мы сможем предсказывать экспрессию этого гена в зависимости от возраста, да? То есть, мы зафитили эту регрессию, и теперь мы можем сказать, ага, ну вот в таком-то возрасте экспрессия будет там такой-то, и так далее. Вот. Но при чем здесь все, что мы говорим? А теперь представьте себе, что у нас возраст – это не какая-то, опять же, непрерывная величина, да? Она имеет значение всего, соответственно, всего два значения, там 0 и 1. Имеет значение Young и OX, да? То есть, это условно группа 1 и группа 2. И в результате, что у нас получится? У нас в первой группе будет какое-то одно распределение, да? То есть, у молодых и во второй группе, у старых будет другое распределение. И в целом, сформулировать регрессию мы можем… В целом, ничего нам не мешает сформулировать регрессию таким образом, что у нас будет не непрерывная какая-то здесь история, а дискретная, да? То есть, у нас здесь будет значение Young, Old, и таким образом мы можем попытаться и сюда зафитить регрессию. Вот. Соответственно, да, то есть, и теперь у нас, когда мы будем говорить про такую самую регрессию, то по факту, когда мы будем фитить эту регрессию, эта регрессия и будет означать изменение экспрессии какого-то гена между двумя условиями. И нам нужно теперь вычислить, опять же, вот это β1 и β2. β1 – это смещение для Young, то есть для нашей базовой группы, и β2 – это смещение для тех, кого мы считаем там старыми. И наша задача – это найти вообще вот эта разница между β1 и β2. Она значимая или незначимая? Вот. Как раз-таки различаются, значимые или различаются параметры β1 и β2, или что то же самое, значимые или разница там β1 минус β2. Вот. Соответственно, похожую же историю можно сделать, вы спросите, а как тогда сделать так, что у нас есть несколько категориальных групп, да, то есть которые не ранжируются каким-то образом, то есть у нас условно есть группы, я не знаю, красные, синие, зеленые, фиолетовые. Мы не можем сказать, что красные стоят после фиолетовых или зеленые стоят после фиолетовых. В таком случае мы можем сделать несколько, опять же, как бы переменных, которые будут говорить нам о том, что принадлежит образец группе красных или не принадлежит. Вот. И так дальше про это. Поговорим еще, да. В общем и целом важно понимать, что дальше мы это еще чуть более глубоко обсудим. Но да, мы не ограничены только молодыми и старыми, мы ограничены соответственно, ну то есть не ограничены количеством групп, которые мы можем, опять же, задавать. Вот. Хорошо. Соответственно, Ленин может вообще добавить двух уровней фактора, да. Что, опять же, важно иметь в виду, когда мы пытаемся, здесь опять же будет много терминов из обычной линейной регрессии, мы сейчас пока говорим просто про обычную линейную регрессию, да. Собственно, что мы хотим здесь сделать? Мы, соответственно, вместо того, чтобы определять коэффициенты соответственно B1 и B2 для вот такой ситуации, да, то есть что мы должны B1 определить для Young, B2 определить для Old и так далее, мы можем сформулировать опять же регрессию простым образом, добавить какой-то коэффициент β0, который будет на самом деле говорить о том, что это какой-то свободный просто коэффициент, и в результате мы будем предсказывать не, соответственно, не там, не отдельно два коэффициента для Young и Old, а просто один коэффициент, когда будем фитить эту регрессионную прямую, он будет просто начинаться вместе с Young, и в результате у нас будет всего один коэффициент, вот этот коэффициент β, который будет отвечать за то, какая разница у нас в средних между Young и Old. И после этого, после того, как мы зафитили, соответственно, то есть вот этот β0 коэффициент, то есть то, как высоко будут экспрессия в янге называется интерсептом то есть в терминах линейной регрессии свободный коэффициент свободный член регрессии называется интерсептом вот а это же у нас будет вот этот коэффициент бета который мы будем определять то есть коэффициент наклона линейной регрессии это коэффициент slope как его часто говорят вот и по факту ты будет log fall change то есть fall то есть разница между двумя условиями которые мы исследуем да это молодые старые treatment without treatment не знаю дикий тип и мутант и так далее и так далее вот пока есть вопросы если нет то давайте соответственно дальше то же самое можно еще раз как вот этот свободный коэффициент называется немножко не успеваю интерсепт вот здесь написано собственно вот соответственно да то есть просто если вы будете смотреть на всякие строить в ария всякие линии линейные линейные модельки и всякое такое то вы увидите что там у вас будут значения для слова значения для интерсепта вот соответственно после того как вы зафитите вашу линейную модель да то вы там опять же то же самое можно сделать на несколько категорий да то есть допустим у нас есть условно четыре цвета соответственно давайте здесь просто здесь несколько есть опять же ну да здесь даже не четыре цвета здесь там тип тритмента да первый тритмент второй тритмент или третий тритмент на соответственно что вы опять же можете как вы соответственно можете построить здесь модель у вас контроль будет как раз таки вот этим относителем контроля будет интерсепт делаться. И после этого вы будете просто смотреть, выстроить несколько моделей, опять же, для нескольких случаев. То есть вы будете предсказывать в зависимости от, опять же, первого, то есть является ли тритмент, какой тритмент, первый, либо второй, либо третий. То есть у вас будет сразу несколько, опять же, у вас будут какие-то группы здесь, какие-то группы здесь, какие-то группы здесь, и для каждой из групп, Опять же, вы будете независимо определять вот эти параметры, соответственно, бета-1, бета-2. Соответственно, да, то есть, как мы, опять же, что такое линейная модель, что такое интерцепт, как это, соответственно, все работает, как это конкретно устроено в аре. Если у нас нет интерцепта, можно еще учесть взаимодействие двух влияний. Елизавета, мы будем об этом говорить дальше. Это верно. И дальше будут примеры, когда можно учесть взаимодействие. Пока я решил начать с чуть более простых случаев. Соответственно, опять же, вот у нас есть обычная наша линейная модель. Мы фитим какую-то регрессионную прямую. Если мы фитим ее, опять же, с интерцептом, то мы позволяем поднимать и опускать долю оси у y нашу регрессионную прямую. Соответственно, с интерцептом, опять же, без интерцепта. Вот у нас слева с интерцептом, справа без интерцепта. Без интерцепта мы это не позволяем делать. Ну, вот, соответственно, наша задача построить всегда вот эти модели с интерцептом. То есть у нас будет вот здесь вот какой-то интерцепт будет отвечать за какую-то базовую категорию, за среднюю экспрессию в базовой категории. И slope как раз-таки, наклон регрессионный прямой, будет означать изменение средних между разными группами. Вот. Но в чем проблема? Так, сейчас, секундочку. Какие переменные включают модель? Соответственно, да, мы с вами, кстати, вот этого не проговорили. Мне кажется, что прямо сейчас это важно будет сказать. Я забыл это сказать на прошлом занятии. Вообще, как у нас ставится эксперимент, да? Когда мы хотим найти, то есть, допустим, начнем с гипотезы вообще. Всегда задавайте вопрос, зачем вы делаете РНСЕК, что вы хотите померить. Вы хотите, опять же, померить, например, то, есть ли влияние, там, у вас есть нелеченные люди, леченные люди. Соответственно, вы хотите, самое простое, это посмотреть на какие гены, экспрессию каких генов влияет ваше лекарство, ваш препарат какой-то, да? Соответственно, и, казалось бы, что вы делаете? Вы берете первую группу людей какую-то, вторую группу людей, и между ними, опять же, пытаетесь как-то найти дифференциальную экспрессию, еще что-то. Первый вопрос, можно ли взять по одному человеку? С одной стороны, с другой стороны. Ну, вообще-то, не здорово. То есть, десек вам даст запустить дифференциальную экспрессию между один versus один, но глобально вам нужно будет для каждого гена оценить параметры распределения средней дисперсии, для этого хотя бы два образца нужно, вот, а не один. Поэтому, соответственно, нужно взять какое-то количество образцов, вот. И что еще важно после этого, это то, что у вас группы, которые будут слева и справа, они могут быть сбалансированы. У вас в леченных может быть больше мальчиков, а в нелеченных больше девочек, да? Соответственно, из-за этого вы можете увидеть, что там дифференциально экспрессирован будет генксист, который, соответственно, имеет некоторую... Там просто у девочек он чаще встречается. И окажется, что у нелеченных там, так как там больше девочек, будет генксист выше экспрессироваться. Это ген, который... Это длинный некодирующий РНК, который занимается инактивацией с хромосомы у девушек. И, соответственно, вот этот генксист, он будет больше экспрессирован в нелеченных, и вы такие типа, о, здорово, ну, значит, что вот у нас лекарство работает на этот ген каким-то образом. А на самом деле у нас просто не сбалансированные группы. Поэтому для того, чтобы учесть экспрессию только... Чтобы вот найти регрессионный параметр, только связанный с нашим, опять же, с нашим исследуемым признаком, лечили их или не лечили, нужно добавить в эту регрессионную модель все факторы, которые, по вашему мнению, так или иначе будут влиять на экспрессию гена. То есть это может быть какой-то пол, это может быть возраст, опять же, если вы не хотите, если у вас там большой разброс по возрасту, но у вас предположение, что там... То есть вы хотите вне зависимости от возраста посмотреть, как работает лекарство, поэтому можно включить возраст и все остальное. То есть в результате это называется сопутствующие факторы. Соответственно, вы включаете тоже их в модель. Для чего? Потому что если вы включите сюда в модель, то регрессия зафитит, соответственно, зависимость. Если у вас реально вся разница между двумя группами обусловлена не тем, что это разница, правда, у леченных-нелеченных, а разница просто в поле, то вся эта разница будет зафитчена как раз-таки полом. Он хорошо поймает эту разницу. А все, что останется, он там, соответственно, там... Если вы увидите что-то, что все равно коэффициент регрессии будет значимый, несмотря на то, что тоже есть значимый коэффициент регрессии там для пола, то это значит, что ваш тритмент какой-то тоже влияет на экспрессию этого гена. Вот. Соответственно, да. Поэтому, да, в формулу регрессии можно включать примерно все, что имеет значение гипотетически на экспрессию. И в это же время, да, очевидно, что самым интересующим для вас параметром регрессии, самым интересующим слагаемым будут экспериментальные условия, а конкретно слоп перед экспериментальными условиями и статистическая значимость этого слопа. Что не включает техническую повторность. И давайте я объясню, кто знает, я, наверное, вот этого не говорил, что такое технические и биологические реплики. Это тоже достаточно важно сказать. Что вообще такое реплика? Зачем мы делаем реплики? Потому что у нас каким-то образом распределены наши, соответственно, у нас каким-то образом распределены, там, есть шум какой-то, который получается из-за эксперимента, да, или просто биологический шум, просто у людей есть разные особенности биологии, да, которые обусловлены не тем, что у нас разные люди. Да, что такое? Вы хотите что-то сказать? Нет? Соответственно, да, разница между людьми, она там часто обусловлена тем, что лечили или не лечили их, а потому что у нас там мы генетически разные все. Мы у нас в целом там, опять же, разный пол и так далее. Соответственно, что и когда мы ставим эксперимент, мы пытаемся, опять же, учесть вот эту самую разницу. Соответственно, биологические реплики, да, то есть чтобы у нас было две выборки, которые мы пытаемся сравнивать, чтобы они включали в себя дисперсию, которая, соответственно, характеризуется, ну, которая будет, дисперсия, да, опять же, которая будет характеризовывать дисперсию внутри этой группы, которую вы хотите сравнивать и на которую вы хотите генерализовывать, соответственно, вот это сравнение. Сейчас приведу пример. В чем разница технической и биологической реплики? Представьте, что у вас есть один леченый человек, всего один, и один нелеченый человек. Но вы сделали пять технических повторностей РНСЕКа, какой-либо ткани, да, рака или чего-то такого, биопсию сделали, и у вас получится пять точек, да, которые будут каким-то образом отличаться. Соответственно, причем, да, пять точек, которые каким-либо образом будут отличаться, у них будет какая-то дисперсия у этих пяти точек, и фишка в том, что вы сравните эти пять точек и пять точек там леченого-нелеченого, вы найдете какую-то там очевидную дифференциальную экспрессию, просто потому что все люди вообще-то отличаются. И проблема как раз здесь возникает в том, что вы абсолютно не сможете сказать, что то, что вы нашли, вот эта разница, как бы леченый-нелеченый, да, казалось бы, все замечательно. Вы не можете генерализовать вот эту разницу, потому что глобально вы нашли разницу между двумя людьми, потому что она существует. В том числе эта разница очевидна, если они лечены-нелечены, может быть связана с тем, что они, там, тритмент какой-то там повлиял на это, но также может быть несвязанная разница, да, то есть просто из-за того, что биология у людей разная. У кого-то экспрессия гена всегда будет чуть-чуть побольше, чем другая, потому что промоутер конкретно у кого-то какой-то чуть более афинный или чуть менее афинный к каким-либо транскрипционным факторам конкретно в этом случае. И вот это важно тоже понимать, то, что такие реплики, которые пытаются учесть техническую вариабельность, называются техническими репликами. Причем, опять же, соответственно, могут быть технические реплики. Да, кто-то что-то хотел сказать? Ладно. Соответственно, технические реплики, опять же, могут быть на разной стадии. Помните, что я вам давал на домашнее задание? Это то, что посмотреть, опять же, эксперимент, в котором техническими репликами называют на самом деле просто разные лейны и люмины. Это тоже как бы технические реплики. Между такими техническими репликами дисперсия, в таких технических репликах дисперсия будет по-ассоновской, она будет равна среднему. Но даже если вы будете брать технические реплики из экспериментов, которые, то есть, прям вот выделили РНК, и после этого вы в библиотеке готовите просто 4 независимых раза, то там уже будет негатив-больной мелодистрибьюшн. Вот, соответственно, да. А биологические реплики, опять же, это технические реплики. А когда вы хотите учесть еще и разницу в биологии между разными людьми, то, что у нас вообще-то там все люди разные, вы делаете биологические реплики. И очевидно, что когда вы сделали там какое-нибудь, например, какое-то исследование, в котором у вас там, не знаю, 5 биологических реплик, то каждый из них делает техническую реплику еще, ну, по факту не нужно, потому что биологическая дисперсия, она больше, чем техническая дисперсия. И поэтому, на самом деле, чаще всего сейчас в исследовании делают просто там, я не знаю, несколько биологических повторностей, то есть от разных людей, с разных центров, да, потому что технические реплики особо не делают, просто потому что, а зачем? Мы знаем, что дисперсия технической реплики будет меньше, чем дисперсия от биологической, и в итоге этот разброс вот этого значения, да, которое мы хотим сравнивать, если мы сделаем просто несколько технических реплик, он будет меньше, а если биологически сделаем, то будет больше. Так давайте же сразу биологически сделаем. Можно вопрос задать? Да. Насчет биологических реплик, то есть если это случай с клеточными линиями, то есть эксперимент и клеточная линия одна, то там, получается, биологических реплик не будет. Это спорно, я долго думал. Потому что я никогда никак не могла понять, вот тут как быть, где биологическое или там чисто техническое получается. Но это все, опять же, история про… Я много с кем обсуждал это за последнее время. Что такое биологическая, что такое техническая реплика? И это немножко такой вопрос из глобального. Нельзя что-то сказать, то есть нет никакого, не знаю, я не знаю, там, сообщества ученых, которые вместе собрались и четко сказали, вот это мы называем техническими репликами, а это мы называем биологическими репликами. Биологическая реплика, опять же, идеологическая, когда мы хотим померить разницу между… Ну, когда мы хотим дисперсию биологическую включить в наши группы, да? Соответственно, если мы говорим про клеточные линии, то, возможно, разные клеточные линии. Это там… Или клеточные линии из разных центров. Можно считать какой-то биологической репликой, а не технической. Но вообще, конечно, да, и вот конкретно с клеточными линиями это самый здесь сложный вопрос, потому что что мы считать технической репликой, а что считать биологической репликой, потому что там клеточные линии – это не какой-то там отличный человек один. Это какая-то непрерывная, непонятная штука, которая постоянно делится и эволюционирует тоже. Поэтому да, то есть здесь я не думаю, что вам кто-то даст однозначный ответ, и это такое дело вкуса, но мне кажется, что к этому… То есть просто если вы пишете статью, главное, чтобы все поняли, что вы делали. Ваши там слова, которым вы будете описывать то, что вы делали, нужны просто для того, чтобы правильно передать вашу мысль. И в случае с клеточными линиями из-за того, что абсолютно непонятно, что считать техническими и биологическими репликами в статье, вместо того, чтобы сказать, мы сделали четыре технические реплики, а ты потом сиди-гадай, что он считал технической, что биологической репликой. И опишите просто там. Мы сделали там, даже если вы хотите использовать слово техническая реплика, слово биологическая реплика, то просто опишите, что вы сделали. Мы взяли культуру и независимо несколько раз, начиная с той-то стадии, выделили там РНК или выделили РНК и после этого что-то сделали. То есть опишите четко и прямо, чтобы читающий вашу статью человек, он понимал, что вы сделали. Я бы не придрался, то есть если бы я почитал какую-то работу, которая там условно неверно, как по моему вкусу. Я, например, бы назвал технической репликой в случае с клеточными культурами. Если вы клеточную культуру в один момент взяли, разбили на четыре группы, или там даже давайте так, выделили бы РНК из нее, а потом бы после этого независимо разбили бы на четыре группы, и после этого делали в библиотеке. Это бы я назвал технической репликой. Например, если вы даже в разные дни делали эксперименты на разных, на этой самой клеточной культуре, то это биологическая реплика, я бы сказал, но опять же непонятно. То есть чисто биологическая реплика – это та же самая клеточная культура, только с другого конца света, которая чуть-чуть будет отличаться по понятным причинам. Я бы назвал это чисто биологической. А что говорить, если вы сделали четыре эксперимента в четыре раза дня на одной и той же культуре? Непонятно. Лучше просто тогда, вообще просто не используйте слово техническое или биологическое, просто опишите, что вы сделали. Хорошо, соответственно, да. И опять же, так как техническую повторность, она не должна включать в себе никакие вот такие вот вещи, предикторы, еще что-то, поэтому номер технической повторности обычно не включают в модель для того, чтобы оценивать среднее в экспрессиях. Хорошо, идем дальше. Соответственно, причем здесь вообще, мы поговорили, вроде все идеально, все понятно. Но в чем проблема? В том, что для того, чтобы фитить линейную регрессию, для того, чтобы определять какую-то статистику по линейной регрессии, еще что-то, нам необходимо, чтобы наши данные обладали некоторыми замечательными свойствами. То есть вот здесь у нас все примеры были суперклассные, да. Вот смотрите, у нас здесь все как фитится замечательно, да. Соответственно, вот здесь тоже как все фитится круто, да. У нас чуть-чуть подросло, но в целом линейная регрессия явно хорошо зафитится. Соответственно, проблема заключается в том, что… Что-что? Не мешает. Хорошо. Соответственно, да, смотрите. И вот то, что та ситуация, которую я вам описываю, называется нормальная стегломоскедоксичность остатков. Что это значит? Давайте допустим, что здесь вот, здесь у нас непрерывная вот эта штука, ну что у нас есть вот эти вот здесь, видите, 4 точки, да, это 4 условные условия. Давайте даже, да, 4 точки у нас есть вот эти. Соответственно, и вот мы строим вот эту регрессионную прямую и смотрим, как у вас, а что такое остаток регрессии? Остаток регрессии – это условно для каждой из точек. Остаток регрессии – это разница между значением актуальной точки и тем, что предсказало регрессия. Соответственно, какое-то число. Соответственно, для распределения остатков регрессии должно быть нормальным, да, то, что вот видите, у нас оно вот здесь вот будет иметь. То есть у нас распределение вот условно вот здесь вот, и вот здесь вот, и вот здесь вот. Вот эти распределения должны быть нормальные, да, то есть вот это среднее по факту. То есть да, это распределение должно быть нормальным, распределение экспрессии в одном случае, в другом случае, что уже неправда. И второе, это то, что у нас все более того в течение всего регрессии, эти распределения, кроме того, что они должны быть нормальные, они должны быть одинаковые. Это называется гомоскитоксичность остатков. То есть у нас есть требование к нормальности остатков, и у нас есть требование к гомоскитоксичности остатков, что вот это распределение остатков будет одинаковым и здесь, и здесь, и здесь. И в этом случае линейная регрессия зафитит наши данные замечательно, вне зависимости от того, там много их, мало их. Если мы в целом думаем, что наша модель хорошо фитит регрессии, то можно фитит, даже если у нас будет не очень много точек. Но проблема в том, что у нас ситуация сложнее, потому что наши данные распределены как negative binomial, да, соответственно, вот здесь вот посмотрите. У нас вначале, то есть у нас оба этих условия нарушаются. Во-первых, остатки распределены ненормально, а распределены как negative binomial distribution, да, это первое, что мы знаем. И второе, это то, что, соответственно, наши, они не гомоскитоксичны, потому что у нас чем больше экспрессия, чем больше средняя в экспрессии, чем больше будет дисперсия, да. В результате, если мы будем пытаться применить вот эту обычную классическую линейную регрессию для нашего датасета, в котором negative binomial distribution с каунтами, да, то получится что-то плохое. То есть в итоге мы не совсем верно применим эту модель. И как раз-таки для того, чтобы выходить из такой ситуации, то есть работать с данными, у которых не, соответственно, не соблюдается вот такая вот, вот такие требования, для того, чтобы работать, да, с такими данными, как раз-таки используют метод генерализованных линейных моделей, или обобщенных линейных моделей, или GLM. Метод GLM заключается в том, что мы можем придумать некоторую трансформацию, которая будет приводить к вот того, что мы сравниваем, например, вот эти вот каунты, да, мы трансформируем некоторым образом эти каунты, это называется функция связки. Так что вот эта трансформированная история будет у нас как раз-таки распределена нормально и отвечать вот этим, соответственно, требованиям. Вот. Соответственно, как именно это происходит? Что у нас происходит? То есть теперь представьте, что да, k большое – это, соответственно, матрица каунтов, которые мы смотрим, и для там гена какого-то и в сэмпляже эти каунты, соответственно, распределены как negative binomial с каким-либо средним, с каким-либо альфа, да? Альфа – это, соответственно, дисперсия, соответственно, μ – это средняя. То есть помните, мы с вами говорили, что negative binomial distribution задается двумя параметрами. Это μ, U, F, U – это R и P, но на самом деле можно немножко перенастроить это распределение, перезадать его так, чтобы можно было, так формула будет чуть-чуть отличаться, но в целом можно его параметрически задать не от R и P, а от средневой дисперсии. Соответственно, да, можно задать, опять же, соответственно, тра-та-та-та-та-та-та, наша… То есть мы задаем нашу изначально модель так, что у нас распределены каунты как negative binomial с каким-либо средним, от чего зависит, соответственно, средняя. Так, дисперсия, опять же, оценивается. Потом дальше мы, соответственно, потом немножко расскажу, как оценивать дисперсию. Давайте пока, соответственно, средняя у нас будет зависеть от того, с какой вероятностью мы поймаем ген этот, да, то есть от того, какая средняя экспрессия будет этого гена, и от некоторого scale-фактора. Scale-фактор – это то, что вычисляется в десеке при помощи RLE. Помните, мы с вами говорили? Тот самый скалирующий фактор, который две библиотеки подводят одна под одну. Вот, соответственно, и после этого, что еще мы знаем? Это то, что, соответственно, ну как, что мы знаем? Что мы пытаемся протестировать как раз? Это то, что вот эта разница, вот эта вероятность обнаружить ген, то есть вот эта средняя экспрессия гена, она разная между двумя группами образцов. То есть, соответственно, вот этот коэффициент β и А, это означает, соответственно, условно, slope, опять же, который мы хотим оценить для первого условия и для второго условия. Вот, и здесь уже каким именно образом мы пришли к тому, что, соответственно, мы вообще пришли вот именно к этой линейной регрессии. То есть, давайте, опять же, начнем вот как мы отсюда пришли вот сюда, да, что у нас изначально есть вот такое вот распределение, соответственно, вот оно вот так вот себя ведет. После этого мы, соответственно, оценили параметры этого распределения. Как мы оцениваем эти параметры? При помощи maximum likelihood estimation, соответственно, у нас есть, мы можем оценить параметры этого распределения, то есть дисперсию и средняя. После этого мы можем, опять же, оценить, соответственно, в первую очередь, дисперсию мы оцениваем. Вот, и после этого мы оцениваем, делим, опять же, трансформируем каунты сначала тем, что делим на этот скалирующий фактор, или домножаем, в смысле умножаем на этот скалирующий фактор, да, вот. И после этого логарифм от этого значения, которое домножено на скалирующий фактор, соответственно, поделено, так как мы вот здесь с P будем работать, да, вот это значит, что мы mu делим, mu, которое здесь оценили на scale-фактор. И вот это мы как раз логарифм от вот этого числа мы пытаемся зафитить в линейную регрессию и оценить, соответственно, всю вот эту историю в линейной регрессии. То есть мы здесь каждый из каунтов делим на скейл-фактор, после этого мы, соответственно, находим, соответственно, логарифмируем это все, потому что, почему опять же логарифмируем? Потому что после того, как мы поделили на скейл-фактор и отлогарифмировали, мы с вами поняли, что у нас negative binomial distribution очень похожий на лог нормальный. Вот, после этого, после того, как мы сделали две эти операции, у нас теперь наши данные можно представить как вот такую линейную регрессию и, в смысле, подставить такую линейную регрессию и получить какой-то результат. Соответственно, вот, сначала происходит оценка sales-фактора, потом происходит оценка параметров beta, но вначале еще происходит оценка, опять же, mu. То есть вот эта оценка среднего как negative binomial. Соответственно, то есть, опять же, в чем фишка? В том, что мы, когда будем оценивать вот эти параметры mu, мы будем, опять же, да, то есть вот нам важно учитывать информацию о том, что у нас есть некоторая определенная дисперсия у гена. Фух, очень непонятно, мутно объяснил. Давайте я на примере объясню на каком-либо. Соответственно, что нам сначала давайте заново. Мне кажется, что каждый раз я, мне кажется, объясняю все более запутанно и запутанно. Сначала что мы делаем? У нас есть две группы. У нас есть группа, давайте вернемся на вот самую простую картинку, да. Группа young и группа old с какими-либо экспрессиями. Здесь у нас будут каунты, да. Соответственно, что мы можем сделать сначала? Сначала мы можем оценить, опять же, у нас есть гипотеза, что вот здесь у нас есть какой-то negative binomial distribution, здесь у нас есть какой-либо negative binomial distribution, да. Соответственно, мы можем оценить вот эту, опять же, для вот этой группы среднее и дисперсию как negative binomial distribution, да. Опять же, почему мы оцениваем сразу оба этих параметра? Потому что в зависимости от среднего там будет дисперсия. То есть дальше объясню. То есть мы будем некоторым образом править эту самую дисперсию, чтобы мы получали наиболее правдоподобное среднее для данной дисперсии, которую мы видим в нашем датасете, да. То есть то, что, опять же, в negative binomial средняя дисперсия связана. Если мы просто возьмем выборочное среднее и выборочную дисперсию, то не факт, что они будут описываться, ну, подойдут к этому negative binomial distribution. То есть он именно при помощи maximum likelihood estimation подбирает такие параметры negative binomial distribution, что они будут описывать вот эту. Также подбирая такие же параметры, чтобы описывать вот это, опять же, это уже после того, как он, да, соответственно, подобрал эти параметры. После этого он находит вот это mu, то есть среднее этого параметра. Mu это он делит на шкалирующий фактор для каждого из, соответственно, да. И после этого вы находите, опять же, вот при помощи, логарифмируете это и находите при помощи линейной регрессии вот этот slope. Хорошо, соответственно, вот этот slope, он будет обозначать вот этот наклон прямой, то есть то, насколько сильно поменяется экспрессия в одной группе относительно другой. Соответственно, что здесь еще важно, почему я так много говорил про оценку дисперсии, о том, что у нас часто бывает такое, что когда выборки у нас маленькие, когда мы оцениваем параметры этого распределения, конкретно среднюю дисперсию, мы оцениваем не просто выборочную среднюю выборочную дисперсию, мы оцениваем конкретно параметры negative binomial distribution. И когда мы оцениваем дисперсию, negative binomial distribution, после этого мы часто увидим, что, вот опять же, здесь, только здесь, соответственно, если вы построите здесь, это не совсем привычный, на самом деле, график, здесь, на самом деле, не дисперсия, а коэффициент ковариации. Вот, но в чем фишка? В том, что у нас некоторые дисперсии некоторых генов будут случайно чуть выше, просто потому, что у нас выборки маленькие, и мы переоценим дисперсию гена, хотя, на самом деле, она ниже. И что мы делаем? Мы знаем, что для генов с одинаковой примерно средней экспрессией, с примерно одинаковой средней экспрессией, у нас дисперсия должна быть похожа. Получается, что мы делаем? Мы выбираем, соответственно, мы фитим вот эту прямую, которая будет охарактеризовать связь между средней и дисперсией, то, о чем мы с вами говорили. Соответственно, мы фитим эту прямую, и после этого мы, вот эти черные точки, это то, что это та дисперсия, которую мы оценили при помощи MLG, Maximum Likelihood Estimator, при помощи, опять же, наших данных, то, что мы оценили. А красная – это то, что мы зафитили. Вот здесь то, что это та прямая, которая характеризует идеальную связь среднего и дисперсии для данного распределения. И после этого мы можем просто найти апостриорную вероятность дисперсии каждой из. Вот. Соответственно, после того, то есть вот таким образом, соответственно, у нас смещаются дисперсии, происходит подрезание дисперсии. Вот. И это помогает нам… Почему это нам помогает? Потому что после того, как мы подрезали дисперсию, мы можем, очевидно, оценить согласующуюся с этим вот эту мюл. И после этого это помогает нам не находить ложно-положительные результаты. То есть в этом случае вот здесь, когда у нас здесь будет чуть больше там дисперсия, например, чем мы… Просто из-за того, что выборка маленькая, мы чуть больше оценили дисперсию. Из-за того, что мы чуть больше оценили дисперсию, мы чуть больше оценили среднее. И тогда мы увидим, что, о, тут слоп какой-то большой. Хотя на самом деле слоп может быть не очень большой, а дисперсию мы переоценили. А и такой способ подрезки дисперсии, подрезания дисперсии, он как раз нужен для того, чтобы оценивать адекватно вот этот, соответственно, слоп и проводить оценку дифференциальной экспрессии лучше. Вот. Соответственно. Хорошо. Теперь, да, концептуально, надеюсь, понятно. То есть, опять же, глобально, как вы это будете использовать? То есть я попытался вам чуть-чуть рассказать, что у вас там под капотом находится в десеке. Но глобально история такая, что у вас есть, что это просто, опять же, GLM записывается точно так же, как и обычная линейная модель. И когда вы в десеке будете это все записывать, то у вас будет просто точно такая же формула, типа там, определим мне связь, там, kind of tilde 1, плюс какой-то condition, плюс sex, плюс time, плюс еще что-то. Вот. Теперь давайте посмотрим. Вот эта штука называется, соответственно, модельной матрицей. И теперь, опять же, ну, никак не модельной матрицей. Вот, соответственно, модельной матрицей – это то, что образуется то, каким именно образом мы записываем вот эту вот всю историю. То есть каким именно образом мы вот эти вот все связи преобразуем в непосредственно координаты в регрессии, в какие-то фичи для регрессии. Соответственно, давайте, опять же, поподробнее посмотрим, как это реализуется. Допустим, что у нас есть один фактор с двумя уровнями. Что такое один фактор? Это у нас на улице либо солнышко, либо облачно. Соответственно, у нас есть для каждого образца информация о том, облачно или солнечно. После этого, соответственно, дизайн эксперимента у нас будет, когда мы хотим экспрессию гена от погоды, соответственно, зависимость найти. У нас будет следующий, соответственно, следующий дизайн эксперимента. То есть это 1 плюс condition. То есть beta 0 плюс beta 1 на condition солнечное или не солнечное. Опять же, фактора у нас, опять же, два. Но у нас первый фактор – это shade. Мы будем считать его там за контроль и будем его считать интерсептом. Поэтому, соответственно, интерсепт везде здесь, опять же, который будут оценивать, будет везде один. То есть здесь будет интерсепт, здесь будет интерсепт. А дальше единственное… То есть теперь это будет ноликом как бы, да? И дальше единственная координата, которую мы хотим будет предсказывать, то есть единичка – это будет то, что у нас солнечно. Соответственно, в результате мы оцениваем для них обоих интерсепт. И в итоге это у нас будет нулем. То есть здесь у нас координата будет 0, а здесь у нас будет единичка. И в результате мы будем оценивать сначала интерцепт, а потом, соответственно, вот такую регрессионную прямую. Соответственно, будем оценивать вот эту регрессионную прямую. Теперь давайте посмотрим, что будет, если у нас есть один фактор с тремя уровнями. То теперь у нас будет следующая история. Опять же, значит, три уровня, что у нас добавилось не только солнышко, но и, например, ураган или еще что-то. И здесь уже выйти так, что, например, давайте здесь пример опять же с белым шариком. С фиолетовым и с желтым. Сделать так, что белый – это 0, а фиолетовый – это 1, а желтый – это 2, не получится. Потому что у нас могут быть разные влияния на то, что это желтый шарик и фиолетовый шарик. То, что они неупорядочены друг за другом. У нас может быть, что для желтого эффект меньше, чем для фиолетового и так далее. Поэтому мы делаем следующее. Мы делаем теперь уже две колонки. Теперь это у нас опять же будет интерцептом. Но теперь мы будем как бы независимо смотреть, есть ли влияние, опять же, на фиолетовость, соответственно, color pink, и на желтость по сравнению с белым. То есть в итоге мы будем считать, соответственно, у нас здесь будут уже как бы двухмерные координаты. Соответственно, у вас будут уже, соответственно, одна координата – это color pink, то есть является он розовым или не является он розовым. И color yellow – является шарик желтым или не является шарик желтым. Вот, соответственно, мы будем оценивать две-два вот этих параметра уже. Вот для того, есть ли какой-то эффект от того, что у нас фиолетовый шарик, есть ли у нас какой-то эффект от того, что у нас желтый шарик. То есть вполне себе можно представить следующую ситуацию. Как это можно на интуиции понять? Допустим, у вас есть разные районы Москвы. Какие-то, да? Раменки, я не знаю, Новокосино, еще что-то. И вы хотите оценить параметр, влияет ли район Москвы на стоимость квартиры. Очевидно, что в целом, ну, конечно, как-то влияет в рамках, у вас квартира будет стоить дороже, чем у Новокосино. Но проблема в том, что, например, разница между Свиблова и, я не знаю, Чертанова будет почти никакой, не такой большой. А вот разница между Новокосино и Чертанова будет большой. Поэтому вы будете определять значимость на самом деле глобально. информация о том, а является ли этот район там раменками. И будете оценивать именно конкретно для раменок, есть ли у вас эта значимость или нет. Вот. И потом для каждой из фич вы можете оценить, опять же, насколько сильна разница с какой-либо группой для сравнения, которую выбрали для сравнения, в данном случае это белый, или это будет у нас Свиблова. Насколько у вас в ЦАО эстетически значимо отличается там цена от Свиблова и так далее. Вот. В этом, да, логика. То есть логика в том, что, опять же, почему мы так сложно здесь все описываем, а не просто упорядочим их как один, два, три, потому что вообще-то эти категории не упорядочены сами по себе. Это разные категории, которые не имеют... Мы не можем сказать, что желтое стоит за фиолетовым или желтое перед фиолетовым. Это два разных вещи. Две разные вещи. То, как мы работаем, опять же, с категориальными переменами. Такие перемены называются категориальными. Теперь то, о чем мы с вами говорили, это про взаимодействие факторов. Да, соответственно, допустим, что у вас есть примерно следующее, что у вас есть... Ну да, давайте сделаем следующее предположение, что у вас есть квартиры. Во-первых, у вас есть категория квартиры в ЦАО и новостройки. Ой, нет, квартиры в ЦАО и квартиры в Сфиблова, например. А также у вас есть категория новостройки и вторичка, вторичное жилье. Соответственно, и вы пытаетесь оценить стоимость вашего жилья. Квартира в центре или где-то на периферии и еще того новостройки, она ли во вторичке. Соответственно, в чем фишка? В том, что, допустим, вы знаете, что все квартиры, которые в новостройках, они стоят в полтора раза дороже, чем в во вторичке. А еще вы знаете, что квартиры в ЦАО стоят в два раза дороже, чем на периферии. Тогда у вас будет, наверное, гипотеза. Ну, тогда, наверное, новостройка в ЦАО будет в три раза, ну, в полтора умножить на два, то есть в три раза дороже, чем вторичка в Свиблова. Но, может быть, не так. Может быть, так, что в итоге в ЦАО новостройки у вас стоят дороже, ну, в смысле, что именно в ЦАО новостройки стоят дороже, чем увеличивает цену, фактор новостройкости увеличивает цену больше, чем в случае с периферией. Соответственно, и такая ситуация называется взаимодействием переменных. Соответственно, и такое встречается сплошь и рядом, опять же. Представляете, что у вас есть какие-то два гена. Один поменял свою, соответственно, там мутация произошла в нем какая-то, и экспрессия поменялась совсем чуть-чуть. В другом мутации произошла экспрессия, тоже поменялась совсем чуть-чуть. А если у вас оба этих гена, соответственно, мутировали, они теперь могут взаимодействовать каким-то образом, регулируя что-то еще, и тогда экспрессия вообще взлетит там какого-то другого гена, да? Или что? Ну, вот, короче, можно представить кучу-кучу таких вещей. Это называется взаимодействие факторов. Соответственно, каким образом мы описываем вот это, соответственно, взаимодействие факторов, это то, что первое, мы оцениваем, соответственно, вот эту разницу, опять же, между, соответственно, мы оцениваем параметры регрессии для цвета. Давайте здесь вернемся к цвету, опять же. Белые шарики и фиолетовые шарики. Первое, что мы делаем, это оцениваем вот эту вот разницу, то есть между белыми и фиолетовыми. Второе, это то, что мы оцениваем вот эту разницу. И третье, это то, что мы оцениваем разницу между, соответственно, это то, что мы еще и пытаемся найти третий параметр, который будет оценивать вот это то, что у нас сразу есть и то, и то. То есть у нас будет, давайте здесь, я нарисовал табличку или нет? Нет, да, ну то есть здесь у нас будет, опять же, у нас был color pink, color yellow, да, только здесь у нас будет сначала, соответственно, для нового у нас будет колонка color pink, для другого будет колонка sun, там conditioned sun, да, и будет еще третья колонка, когда у нас и будет и conditioned sun, и color yellow. Если мы найдем, если, опять же, эта колонка будет в некотором образе повторять значения, то есть она будет принимать значение 1, в том числе и когда color yellow, и принимать значение 1, когда sun. И если, после того, как мы зафитим вот регрессию, и сюда зафитится, то есть если у нас нет никакого эффекта вот здесь, то весь эффект зафитится сюда, да, то есть если у нас есть зависимость только от condition и от color. Соответственно, если у нас же есть вот это взаимодействие переменных, то есть что у нас вот это взаимодействие, оно повышает очень сильно нашу стоимость квартиры, нашу что угодно, да, то сюда будет тоже зафититься еще какое-то количество, ну, какой-то коэффициент значимый, и мы сможем оценить, соответственно, есть ли у нас это взаимодействие переменных или нет. Соответственно, описывается взаимодействие переменных следующим образом. Вот, соответственно, давайте три фактора с вложенностью. Да, здесь у нас бывают некоторые вложенные факторы, соответственно, то, что у нас есть вот белые и розовые, и у нас могут быть подтипы, соответственно, species, condition, species, condition, и в этом случае, например, можно, соответственно, в color вообще не вкладывать, опять же, когда у нас есть, опять же, один фактор, который вложен в другой, то не имеет смысла описывать еще и color, и species, то есть можно описать только при помощи species. В этом, соответственно, take-home message. Вот. Соответственно, теперь главный вопрос. Ну, вот мы построили нашу какую-то регрессию, да, то есть у нас было, соответственно, там два условия, мы зафитили, вроде какой-то коэффициент получился. Но кроме того, что там нам нужно зафитить эту регрессию, нам нужно понять, и насколько статистически достоверным вообще является данный slope, да, то есть вот когда мы вот, давайте вернемся обратно на вот этот пример, да, вот мы зафитили вот эту регрессию, насколько он статистически достоверный, что это значит, насколько статистически достоверно, опять же, у вас это отличается от ситуации, когда у вас ничего не поменялось. То есть вы зафитили вот эту регрессию, и после этого, что у нас какой-то слоуп есть, один и два, а после этого у вас нулевая гипотеза какая? Что ничего не поменялось. То есть слоуп равен нулю. И каким именно образом сравнить вот эти две модели? А как раз для этого существует два способа. Это likelihood ratio тест. Лайклихуд ratio тест, опять же, мы с вами чуть-чуть говорили на прошлом занятии, как он работает. Это то, что вы описываете какой-то моделью, опять же, ваши данные, то, что у вас какой-то коэффициент регрессии есть. Соответственно, и вы можете найти правдоподобие. Соответственно, порождение ваших данных этой моделью. После этого вы можете, опять же, h0 – это ваше то, что ничего не поменялось. Это если то же самое, только у модели коэффициент 0. И второе – это то, что что-то поменялось. И после этого вы находите вот эти два правдоподобия. Оказывается, что эти два правдоподобия будут распилены как х квадрат. Исходя из этого, мы можем оценить, насколько статистически достоверно один из слоков, соответственно. Ну, регрессионная прямая, вот такая, будет отличаться от такой. Опять же, да, интуиция какая? В том, что мы зафитили как-то наши данные. Если они реально хорошо фитятся вот этой моделью, то есть это не шум, то они, если мы можем почистать правдоподобие того, что они порождены этой моделью, и после этого найти правдоподобие для такой же модели, опять же, если она будет… Не такой же модель, а моделью с 0, что слок 0. И здесь должно быть правдоподобие очень низкое, здесь правдоподобие должно быть повыше. И после этого, если у вас реально статистически значимо одна модель описывает лучше данные, чем другая, то вы увидите, что отношение к правдоподобию будет большое. Так как мы знаем, что распределено в какие квадраты, то все из этого исходит. Соответственно, либо тест Вальда. Он в целом похож на Likelihood Ratio Test, но он в явном виде сравнивает не правдоподобие моделей, а коэффициенты моделей, которые получаются. Но в целом, опять же, я всегда пользуюсь именно Likelihood Ratio Test. Глобально это просто математические методы посчитать статическую значимость коэффициентов, которые у вас получаются в модели. Теперь на практике. Опять же, соответственно, если вы десект будете запускать, и там вы посчитаете, что-то он зафитил, и P-Value равно Na. Соответственно, фишка в том, что после того, как вы запустите, что значит Na? Вообще Na значит not a number. И если, допустим, у вас есть какой-либо, если у вас данные ведут себя каким-то очень загадочным образом, если у вас средние, то есть у вас как-то вот следующим образом отличают средние, в смысле средние в двух группах, а потом там какой-то выброс происходит в одной и в другой стороне, то таким образом он, то есть то, что плохо фитится на Gribonomial Distribution по факту, да, то, что у вас есть некоторая модель, потом у вас какие-то выбросы и какое-то очень странное поведение есть, то он напишет вам, соответственно, Na. Да. И вот. Следующее, почему может десект написать вам Na, это если, например, у вас нулевая экспрессия, ну вообще нулевая экспрессия во всех сэмплах, тогда он не сможет ни средние, ни дисперсию оценить. Вот. Да. Либо строка не прошла фильтрацию по средней экспрессии, там вы, когда с десеком работаете, вы можете дополнительно отфильтровать, соответственно, гены по средней экспрессии, потому что с низкоэкспрессированными генами, которые вы там один-два аккаунта видите, вы можете, ну с ними работа неприятная, и разница там в разнице в экспрессии будет, он, скорее всего, ничего не скажет. Вот. Мы обсудили, то есть давайте так, мы, что мы с вами сказали, мы с вами сказали про то, при чем здесь вообще регрессии, почему мы используем конкретные регрессии, да, потому что существует методология для того, чтобы использовать generalized linear model для того, чтобы захитить линейную регрессию, и после этого, соответственно, оценить статистическую значимость вот этих, опять же, коэффициентов. Второе, что важно и прикольно, это то, что функционалы регрессии позволяют нам делать гораздо более сложные статистические сравнения, то есть не просто сказать, что там, я не знаю, как Т-тест, там две группы сравнить, выборки и все, но и строить гораздо более сложные эксперименты со взаимодействием переменных, также можно добавить, опять же, не обязательно взаимодействие в переменах, но и просто какую-то некатегриальную фичу, ну, непрерывную, да, например, концентрация какого-то препарата или еще что-то, или возраст, да, соответственно. И после этого мы с вами обсудили, как оценивать значимость этих коэффициентов, коэффициентов регрессии, в первую очередь, по помощи likelihood ratio test. Теперь мы с вами поговорим про ту штуку, которая называется проблемой множественного сравнения. Что такое проблема множественного сравнения или, соответственно, multiple comparison problem? это когда вы делаете, представьте себе следующую ситуацию, давайте даже, опять же, про это можно много рассказывать, но для простоты давайте я приведу следующий пример. Представьте себе, что вы, что значит PVL, да, глобально. Вот что у вас статистика, там, что, допустим, у вас выборка порождена каким-либо нормальным распределением, да, и вы тестите, что две эти выборки распределены одним и тем же нормальным распределением с одним и тем же средним. Да, и что означает, соответственно, вот значение какой-либо статистики, это означает, там, статистика студента, означает, что если они правда распределены одним и тем же нормальным распределением, то такое бывает достаточно редко, то есть H0 верна, но H0 может быть верна, все может быть, да, но такое бывает там с вероятностью 005, да, если H0 верна. То есть в примерно 0,05% случаях у нас значение нашей статистики будет либо такое, либо больше. То есть p-value – это значение площади под кривой распределения статистики, площади под кривой, которая ограничена нашим значением статистики. Соответственно, если вы будете глобально, если вы представьте себе, что вы генерируете какую-то у вас в питоне, вы нормальное распределение какое-то генерируете, два нормальных распределения, много раз генерируете, соответственно, прогенерировали ее тысячу раз. Сколько, соответственно, какое-то количество из этих случайно, опять же, мы точно знаем, что это нормальное распределение с одинаковыми характеристиками, еще с чем-то. Но вот из них, соответственно, когда мы нагенерировали вот эту тысячу распределений, После этого из них как минимум 5% будут иметь sp-value меньше, чем 0.05 То есть они будут настолько, соответственно, не похожи друг на друга Что мы подумаем, что это разные нормальные распределения Хотя на самом деле мы только что сами запрогали Они порождены одним и тем же генератором с одним и тем же средним Но проблема в том, что просто такое бывает, но редко А теперь представьте, мы работаем с 20 тысячами генов Посчитали эти самые p-value И в чем, соответственно, возникает проблема Проблема возникает с тем, что когда мы посчитали эти самые несчастные p-value У нас получилось, что просто случайно некоторые из них могут быть достаточно низкими Просто потому, что проблема как раз таки в том, что такое бывает Особенно, когда у вас много сравнений разных Вы рано или поздно все равно найдете то сравнение, которое будет низкий пиво или просто случайно И чаще всего, соответственно, это было показано первый раз Вот эта история, наверное, опять же, все из вас уже слышали про эту несчастную историю с лососем Но я все равно ее расскажу Она очень замечательная, это замечательная байка Соответственно, в чем там фишка вся истории с лососем? В том, что у нас есть, что взяли мертвого океанического лосося Его на fMRI, кажется, прогнали Я не помню Соответственно, его прогнали Соответственно Мне кажется, это fMRI был какой-то Соответственно, прогнали на fMRI Мертвого лосося замороженного И обнаружили, что там в некоторых условиях У него есть, соответственно, какие-то статически значимые разницы в работе мозга Хотя на самом деле Очевидно, это мертвые лососи А, ему показывали разные фотки вроде И увидели статически значимую разницу в работе мозга лососа и мертвого Когда им показывают там условно девушек и мужчин Что, конечно, абсолютно полная чушь Но, да Соответственно, почему обнаруживают разницу? Потому что не сделали поправку на множественное сравнение И здесь в целом весь постер На который так часто любят ссылаться Это, соответственно, про то, как правильно нужно Как нужно вообще, почему нужно делать multiple comparison correction А что же такое поправка на множественное сравнение? Я сказал, что проблемы с pValue есть А как от них, соответственно, избегают? Вы можете найти там, на самом деле, кучу миллионов, триллионов разных поправок на множественное сравнение Я скажу, в первую очередь, два из них Про два из них Которые вы встретите чаще всего Первая называется поправка Bonferroni Или Family Wise Error Rate И она самая простая Она делается так, что Вот у нас есть какое-то pValue В ряде исследований, соответственно Соответственно, в ряде Для первого гена pValue Есть разница для второго гена Для третьего, для пятого, для сорокового, для тысячного И после этого вы, соответственно Только здесь Original pValue не делите, конечно А домножаете То есть, соответственно А, вот это Original pValue Нет Соответственно, вы здесь домножаете Конечно же, здесь какая-то неправильная, соответственно, формула Потому что у вас иначе все всегда будет pValue меньше Вот, то есть, если вы сделали 100 сравнений То домножьте вашу pValue Которые у вас получились на 100 Если даже после этого у вас останется pValue меньше, чем 0.05 То тогда, соответственно А, я понял Потому что это не Original pValue Я сейчас объясню, почему здесь написано Соответственно, да То тогда, после того, как вы можете домножить это на 100 То вы можете использовать уже То есть, да То есть, домножьте просто вашу pValue На количество образцов, которые вы использовали И используйте это как обычную pValue Вот Здесь имели в виду, что Соответственно, альфа Это тот порог, при котором вы принимаете Или, соответственно, отвергаете гипотезу То есть 0.05, 0.01 Вы просто должны поделить на число тестов На 100, например И теперь не 0.05, а 0.005 Использовать как порог для pValue Вот это имеется в виду Но здесь какая-то путаница есть на слайде Я вставил какую-то картинку и не глянул ее Прошу прощения А также, то есть, эта поправка называется Fair Family Wise Air Rate Она самая простая Для нее еще особо и думать ничего не нужно Но в чем ее проблема? В том, что она часто Ну, то есть, если у вас не очень большие pValue изначально То вы просто потеряете всю значимость То есть у вас будет много false negative результатов То есть вы отвергнете много Соответственно, вы подумаете, что разница не статистически значимая Она будет настоящая вообще Если вы просто будете в тупую использовать венфероне Именно поэтому придумывают всякие разные другие методы Поправки на множественное сравнение И один из методов, который используется чаще всего Гораздо более мягкий, чем метод поправки венфероне Называется метод false discovery rate или Бенджамини Хохберга Соответственно, как работает метод Бенджамини Хохберга В изначальной статье 95-го, если не ошибаюсь, года Он не говорил про то, как править pValue И сделать их правильными А скорее про то, как работать с этими pValue И работал он примерно следующим образом Представим, что у вас есть вот эти ваши pValue Вот какие-то 0,0,1 и так далее Какие-то pValue для вашей выборки Ну не выборки, для ваших сравнений Куча ваших сравнений Соответственно, что вы сделаете? Вы упорядочиваете эти pValue по возрастанию Допустим, у нас есть 10 всего сравнений 10 генов мы исследуем И для каждого из генов мы обнаружили Какой-либо тот или иной pValue Давайте упорядочим их по возрастанию Соответственно, упорядочили их по возрастанию И после этого что мы делаем? Мы проводим прямую, которая будет соответствовать Соответственно, прямой То есть она должна Соответственно Так, сейчас давайте Мы упорядочили их по возрастанию После этого нам нужно вычислить следующее значение Следующее значение Это мы делим, соответственно, порядок Вот этот ранговый порядок нашего образца Нашего исследуемого образца На количество образцов всего выборки Соответственно, здесь у нас количество образцов А, значит, их больше Ну, неважно, короче Да, соответственно, значит, их больше Соответственно, в чем фишка? В том, что, да, давайте здесь Блин, здесь неправильно я сделал Здесь картинку опять же взял какую-то Очень необдуманно Ну, ладно Итак Мы упорядочили, соответственно, наши pValue Да? Упорядочили наши pValue по возрастанию Для каждого pValue теперь у нас есть какой-то ранг Там у нас, соответственно, вот это будет Первый, второй, третий, четвертый Соответственно, вот это ранги наших pValue После этого мы для каждой из точек Делим ранг на количество всего образцов Здесь у нас будет 10 образцов То здесь у нас будет значение, соответственно Там одна десятая, две десятые, три десятые, четыре десятые И так далее И после этого мы домножаем вот это все Вот эту всю лубуду на FDR То есть на тот порог, который мы хотим использовать Для нашей статистической гипотезы То есть допустим А, нет, все верно, здесь FDR просто 002 Теперь смотрите, что происходит Допустим, у нас FDR будет 005 Или там 002, 0025, что угодно То есть что такое FDR Это то, условно, какое количество От найденных, от принятых гипотез Мы считаем, что может быть, опять же, ложным False discovery rate То есть то, что мы примем, что это эффект есть А на самом деле эффект не будет Если мы примем, что, ну ладно, нам окей, если 20% от всех находок будут ложными Что мы делаем? Мы, опять же, ранг делим на количество Опять же, ранг каждого из P-value Делим на количество всего наших находок И домножаем на вот этот самый FDR То есть если у нас вот десятая P-value упорядоченная Оно будет иметь ранг 10 Мы поделили его на 10, да, и у нас получается 1 Мы домножаем на наш FDR, на 002 И в результате у нас получается следующая штука И если наши P-value, которые мы наблюдаем вот здесь Которые мы, ну вот, с нашей прям непосредственно P-value С которыми мы работаем Они будут меньше, чем вот эта вот самая прямая Да, то в этом случае мы, соответственно, нашу нулевую гипотезу будем отвергать В случае же здесь Все, кто будут выше, мы принимаем нашу нулевую гипотезу А у нас нулевая гипотеза, опять же, это если там, что эффекта нет Да, что мы принимаем нашу нулевую гипотезу А везде, где, опять же, наши P-value меньше, чем вот эта прямая Которая вычисляется как ранг P-value Деленый на общее количество образцов Умноженное на допустимый FDR Который мы заранее обозначили То есть это наш уровень альфа Соответственно, если наши P-value меньше, чем вот это значение Чем вот эта прямая То такие, соответственно, такие образцы мы непосредственно Ну, такие сравнения, точнее, такие сравнения мы отвергаем То есть считаем, что разница в средних там есть Ух! Также при помощи метода Бенджамини Хогберга Но, как вы видите, опять же, я здесь не сказал про то, как править P-value Я сказал, какие P-value принимать, а какие P-value отвергать Я здесь не сказал, как трансформировать непосредственно значение P-value А как же непосредственно трансформировать значение P-value А здесь все, соответственно, формулу я сейчас не буду показывать Но, на самом деле, исходя непосредственно этого В 2009, кажется, году Бенджамини с авторами выпустили статью В котором они, исходя из такой же логики Непосредственно приходят к тому, что можно не просто там Использовать вот это значение для того, чтобы принимать или отвергать гипотезы Но и для того, чтобы скорректировать эти сами P-value Чтобы в итоге принимать или отвергать гипотезы Просто, ну, как мы привыкли Сравнивая с 0.05 или с 0.1 Вот, хорошо Поговорили про два типа поправки Первая поправка Бендфероне Вторая поправка Бенджамини Хогберга Объяснил немножко, на самом деле, по верхам Но общая логика, опять же, в Бендфероне сильная поправка То есть вы P-value сильно завышаете Даже чем у вас, скорее всего, есть на самом деле Но даже если после поправки Бендфероне Вы видите какой-то эффект, то точно эффект есть В случае с Бенджамини Хогбергом Она более слабая То есть вы увидите, что низкий P-value Имеют больше генов Или там больше сравнений Чем после поправки Бендфероне Но если вам хочется, соответственно Если вот должно быть, чтобы там был эффект Ну вот вы знаете, что там есть эффект А его не видно после Бендфероне То Бенджамини Хогберг вам поможет Вот Соответственно, то есть это более лояльная такая поправка Которая будет уменьшать вашу P-value гораздо меньше Чем Которая будет увеличивать вашу P-value меньше Чем поправка Бендфероне Теперь, то, с чем вы обязательно столкнетесь в будущем Это то, как визуализировать результаты дифференциальной экспрессии Конкретно это вулканоплот То есть что мы с вами посчитали? Мы с вами посчитали Для каждого из генов мы нашли То есть, опять же Для каждого из генов мы выполнили вот такую регрессию То есть у нас это один ген здесь И мы предсказываем, есть ли на конкретно этот ген влияние Young или old, например Мы нашли вот этот вот slope Который будет что говорить? Будет говорить разницу в экспрессиях этих генов Соответственно, в full change от экспрессии После того, как мы нашли вот этот slope И нашли статистическую достоверность Теперь мы можем это агрегировать до уровня не только одного гена, опять же А посмотреть на все гены сразу Когда мы смотрим сразу на все гены Мы сделаем поправку P-value И после этого мы пытаемся выделить А какие же гены, соответственно, поменяли экспрессию больше всего Больше всего и достовернее всего И это визуализируемо при помощи вулкана плота Соответственно, здесь у нас по оси OX Log full change То есть это логарифм разницы каунтов Между этими двумя условиями Или конкретно, когда мы делаем Опять же, вот такую вот регрессию Вот здесь логарифм Видите, логарифм регрессии Мы сразу логарифм этого, соответственно, P видим Что этот log full change Это на самом деле есть просто вот этот slope нашей регрессии Соответственно, здесь у нас вот этот самый log full change А по другой оси логарифм P-value Здесь у нас скорректированный, чаще всего рисуют уже То есть не сырого P-value, а скорректированного После бонферонии, например Соответственно, и теперь здесь у нас уже будут, соответственно, гены Самые интересующие у нас гены будут находиться Справа сверху или слева сверху У которых значимость достаточно высокая И в это же время log full change Либо достаточно высокий, то есть он сильно увеличил экспрессию Либо достаточно низкий, он сильно уронил экспрессию Соответственно, здесь в синем отрисованы гены, которые значимо поменяли экспрессию Но не очень сильно, чаще всего эти гены нам не интересны А снизу у нас, соответственно, отрисованы гены, которые и незначимо, и не сильно поменяли свою экспрессию Поэтому да Дальше, важный вопрос, как выбрать logful change, который мне интересен Как выбрать p-value, который мне интересен и так далее Понятно, что p-value будет напрямую зависеть, например, от размеров выборки Если у вас большие выборки, то у вас p-value будет ниже, чем если у вас маленькие выборки Поэтому сказать универсальный ответ, о какой p-value вам нужно выбирать, чтобы выбрать точно хорошие гены Его нет И logful change тоже будет зависеть Опять же, все зависит от того, какие конкретно у вас данные Именно поэтому для начала всегда рисуют тот самый вулканоплод Чтобы посмотреть, если вы logful change 2,5 поставите, сколько у вас генов останется И так далее, и так далее То есть вулканоплод рисует как раз-таки для того, чтобы на вашем конкретном датасете Оценить то, какой у вас вообще разброс по значимости есть И какой разброс по logful change Дальше, исходя из этого, устанавливают какие-то трэш-холды или еще что-то Вот И последнее, о чем я хочу сегодня сказать После этого у вас будет семинар Семинар буду вести не я, семинар будет вести Даня Поэтому не стесняйтесь у него спрашивать, если что-то у вас будет непонятно Если что-то вам с лекцией сегодняшней было непонятно и так далее Так вот, соответственно Я вам так долго говорил про то, что считать все на уровне генов плохо Нужно считать на уровне транскриптов И вообще, а-та-та, в общем Нельзя все считать на уровне генов Нужно считать на уровне транскриптов Просто потому, что ген состоит из нескольких разных транскриптов Каунты гена состоят из нескольких разных транскриптов которые имеют разную длину, исходя из этого, если у нас произошел свитчинг разных изоформ гена, то мы можем не увидеть, соответственно, это, соответственно, или там увидеть, что он не дифференциально экспрессированный, хотя на самом деле не дифференциально экспрессированный по большому счету, или наоборот, не затрекать дифференциально экспрессированные гены, просто потому что там, ну, то есть, в общем, произошел, изменилась экспрессия, а еще и произошел свитчинг изоформ. И одна из изоформ стала побольше экспрессироваться, то есть короткая изоформа перестала экспрессироваться, а длинная чуть-чуть повысила свою экспрессию, то количество каунтов мы увидим то же самое, хотя по факту дифференциальная экспрессия может быть вполне себе значимой. Поэтому как делают разные подходы, то есть существуют подходы, например, есть подход, который называется SLEUS, который делает реально можно самое простое, что сделать, это найти дифференциальную экспрессию между разными изоформами в разных, соответственно, образцах, то есть взять все изоформы какого-то гена, посчитанное до уровня изоформ гена, соответственно, значение экспрессий, найти дифференциальную экспрессию между вот этими изоформами, и после этого, соответственно, после того, как мы нашли дифференциальную экспрессию между изоформами, агрегировать p-value и агрегировать logfall change. Что такое агрегирование p-value? То есть мы не просто усредняем p-value, у нас там три изоформы, которые входят в один ген. Считали, да, первый, p-value и logfall change для второй, для третий. То есть суммарная p-value значимости экспрессии между всем геном в одном условии и в другом условии, мы не просто усредняем p-value, там есть там дополнительный тест Фишера, который, это не тот же самый, что точный тест Фишера, это как раз тест Фишера для, соответственно, агрегации p-value. Для того, чтобы агрегировать их и найти overall значимость между двумя, опять же, сравнениями. Вот. Либо же можно, опять же, это первый способ, с Leos, насколько я помню, примерно так это и реализовано. А есть tx-import, который некоторым образом трансформирует наш аккаунт и добавляет в эту регрессионную модель еще один коэффициент. Вот здесь у нас, помните, вот здесь у нас была вот эта регрессионная модель, и в эту регрессионную модель она добавляет некоторые коэффициенты. Коэффициент, она считает, из-за того, что, опять же, в тx-import, что мы сделали, мы посчитали разные, опять же, в тx-import мы посчитали, то есть в этом, в калисте, например, мы посчитали разные, там, условно, каунты, TPM и еще что-то. И что самое главное, у нас есть разные транскрипты для одного-то его же гена с разной длиной. И, соответственно, тx-import использует информацию об этой длине для того, чтобы добавить это как коэффициент. То есть если у нас там было отношение одного транскрипта и другого как два к одному, и их, соответственно, отношение одного транскрипта и другого как два к одному, и отношение длины этих транскриптов, там, два к одному, то он будет это использовать в итоговой модели для GLM. Вот. Да, то есть, опять же, кратко резюмируя, есть подход делать дифференциальную экспрессию на уровень транскриптов и потом агрегировать до уровня генов. И есть, соответственно, подход такой, что мы сначала добавляем в эту регрессию дополнительный коэффициент, который будет отвечать вот этим разнице в длине из-за формы транскриптов. Но это вы сегодня с Даней чуть-чуть поподробнее поройтесь в этом. Он расскажет, что за текст-импорт, как с этим работать. Вот. Поэтому идеальный пайплайн, как сделать дифференциальную экспрессию, это обычно как я делаю. Можно прогнать калисто на ваших ридах быстро, дешево, сердито, и потом текст-импортом в десек импортировать и сделать вот такую дифференциальную экспрессию. То есть, если хотите легкое, простое решение, правильное, максимально правильное, максимально красивое, то можно сделать так. Это будет и статистически верно, и красиво, и математически красиво, и быстро, и вообще easy to use. Вот. Поэтому, да. Теперь, я надеюсь, вам чуть-чуть стало понятнее, что вообще происходило. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!